Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы сейчас осознанно, может быть, не просто как дежурную фразу, но заглянув в свое сердце и заметив милости, которой Господь являет нам, вы знаете, осознанно сказать «Слава Богу!» Вы знаете, мы очень часто говорим «Слава Богу!» и порой это выходит уже как дежурная фраза, как вроде «ну надо что-то сказать». И милости, которые Господь нам являет изо дня в день, мы принимаем как должное, как само собой разумеющееся, так было вчера, так было третьего дня, так есть сегодня, и мы думаем, так будет и завтра. Но, братья и сестры, задумывались ли мы когда-нибудь, чем я лучше, чем те, кому сегодня намного хуже, чем нам? Чем, может быть, те, которые остались там, откуда мы выехали, и сегодня терпят нужду, сегодня, может, прячутся от пуль или от бомб? Чем лучше я? Или чем лучше я тех, которые сегодня не знают Господа, которые не служат Господу? Я неблагороднее их. Но Господь посмотрел именно на нас. Господь позвал нас. Мы ответили на Его зов. Вы знаете, Он омыл нас своей кровью. И вы знаете, Господь поселил нас в эту церковь, в устроенную церковь. Господь благословляет нас. И вы знаете, мы принимаем это как само собой разумеющееся. И очень часто забываем благодарить нашего Господа. Поэтому я бы хотел, братья и сестры, чтобы не только сейчас, но во всякое время и на всяком месте, вы знаете, мы были способны замечать милости от Господа. Вы знаете, если вы сегодня уже позавтракали, то вы счастливые люди. Есть миллионы людей, которые вчера легли спать и не покушали, и сегодня встали, тоже еще им нечего было покушать. А мы имеем все в достатке. И мы забываем благодарить. Вы знаете, в наши мусорные ведра падает сегодня очень много хлеба, очень много продуктов питания, в то время как на другом конце, может, нашей планеты люди умирают от голода. А мы не замечаем. А мы не благодарим за это Господа. Поэтому пусть Господь поможет. Пусть Господь даст нам, вы знаете, благодарное сердце. Пусть Господь даст нам око, которое видит, которое замечает. И сердце, которое благодарит. У меня есть на сердце одно место Священного Писания, которым я бы хотел поделиться. Знаете, это очень знакомое всем нам место Священного Писания. Я думаю, что вы неоднократно его читали, может быть, неоднократно его слушали, слышали, может быть, и проповеди. Но я бы хотел, чтобы это место Священного Писания сегодня коснулось каждого сердца, и моего в том числе. Может быть, чтобы мы по-новому посмотрели на себя, посмотрели на свою жизнь, посмотрели на приоритеты, которые мы поставили в своей жизни. Я бы хотел, чтобы Дух Святой сказал гораздо больше, чем это может сделать кто-либо из людей. Несмотря на то, что вы, может быть, наизусть знаете это место Священного Писания, но пусть Господь сегодня проговорит каждому сердцу, которое присутствует на этом месте. Вы знаете, я однажды, уже прошло, наверное, сейчас 20 лет, Бог послал мне в мою жизнь одну болезнь, и я 10 месяцев, 10 месяцев я мучился. Меня схватило в ногу или в спину и потянуло в ногу, и 10 месяцев у меня была боль в ноге. Она не оставляла меня ни днем, ни ночью. Я не мог ни лежать, ни сидеть, ни спать. День и ночь у меня болела нога. И вот за эти 10 месяцев, один день, это было летом, когда я встал, и у меня нога не болит. Вы знаете, я так обрадовался, я заплакал, поблагодарил Господа, думал, ну все, кончились мои мучения. Но это был один день, и после этого на следующий день я проснулся с этой же болью, и так продолжалось 10 месяцев. И вот однажды я в собрании услышал слово, знакомое мне слово, которое я слышал его неоднократно. Но вы знаете, как-то по-особому оно прозвучало ко мне, и я стал задуматься. Когда у меня болела нога, вы знаете, я даже не мог посещать служение. Мы собирались по домам, и вот тогда, если я знал, что собрание будет в таком доме, где есть где-то там подальше комнатка, где есть кроватка, я могу как-то лечь, скорчиться, чтобы ну как-то провести это время или поприсутствовать в собрании. Я тогда ходил, а так я даже не мог ходить на собрание. И вот я однажды был так в собрании, и брат читал место Священного Писания, это было с пророков, где Господь говорит к Еремии, я не буду все читать или цитировать, но Бог говорит там такие слова. И если извлечешь из ничтожного драгоценное, и вы знаете, вот это слово как-то коснулось меня, я его слышал неоднократно, я читал это место Священного Писания, но тут она как-то по-особому проговорила ко мне. И я так подумал, Господи, что я могу извлечь драгоценное из этого ничтожного, что я могу извлечь из этого положения, в котором я сейчас нахожусь. У меня день и ночь болит нога, я не могу работать, я не могу даже ходить в собрание. И вы знаете, Господь показал мне, мне не могли люди показать, а Господь показал, что я могу извлечь. И я вам скажу, когда я извлек из этого ничтожного драгоценное, Господь исцелил меня, слава Богу. Так действует Слово Божие. Написано, оно живо, оно действенно, оно острее меча обоюдоострого. И оно прозникает и разделяет, вы знаете. И вот место, которое я буду читать, знакомое, вы его знали, и я бы хотел, чтобы она по-особому сегодня проговорила к вам. Это послание апостола Павла к филиппийцам. Один стих я буду читать, первая глава, 21 стих. Апостол Павел говорит это, его слова. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Не новое место. Согласны? Вы его слышали, читали. А может быть, даже и говорили в своей жизни, употребляли, что для меня жизнь Христос, а смерть – это приобретение. Но задумывались ли мы когда-нибудь, что это значит? Апостол Павел здесь не говорит, что я живу со Христом. Он даже не говорит, я живу возле Христа. И не говорит, я живу за Христа или для Христа. Хотя это все хорошо и прекрасно, жить возле Христа. Жить со Христом, жить для Христа – это хорошо и похвально, если мы так можем уже сказать. Но он берет здесь гораздо глубже. Совершенно другой смысл. Говорит, а для меня жизнь – это Иисус Христос. Это гораздо больше, чем жить для кого-то, возле кого-то или с кем-то. Апостол Павел сделал Иисуса Христа своей жизнью. А это значит, если Иисуса Христа убрать из жизни апостола Павла, то он говорит, я, другими словами, я мертвый человек. Потому что Иисус Христос – это моя жизнь. Я не для Него живу, я не ради Его живу и не возле. Но Он является моею жизнью. Братья и сестры, задумывались ли мы смысл этих слов? Иисус Христос – моя жизнь. Вы знаете, многие люди поставили себе в жизни какие-то цели, имеют какие-то кумиры, живут для чего-то и сделали это своей жизнью. Они посвящают все свое время для этого. А апостол Павел говорит, а для меня жизнь – ничто иное, как Иисус Христос. Как глубоко говорит апостол Павел. Вы знаете, есть люди или есть христиане, которые служат Господу или посещают богослужения, может быть, лишь только потому, чтобы показаться примерным отцом, показаться примерной мамою. Или, может быть, дети сегодня ходят на собрания, чтобы не огорчить своих родителей. Вы знаете, они слышат изо дня в день, может быть, Слово Божье, но они никогда не сделали Иисуса Христа своей жизнью. У них есть другие идеалы. А апостол Павел говорит, а для меня жизнь – это Иисус Христос. То есть самое дорогое, что я имею в своей жизни – это Иисус Христос. Задумывались ли мы вообще, что такое жизнь или какова истинная цена жизни? Я был в одном служении, и там одна сестра, я ее не знаю, откуда она, приехала, встала со слезами, так, вы знаете, рассказывала, просила молиться. У них была проблема в доме, их сын заболел болезнью, можно сказать, неизлечимую. И вот она говорит, что все наше сбережение, которое у нас было, мы потратили на лечение нашего сына. Этого не хватило, говорит, но не теряя надежды, мы продали наш дом, отдали на лечение нашего сына. И она со слезами стоит так в собрании и просит, помолитесь, как прибежала к последней инстанции, уже когда люди не могли помочь, когда они отдали все, что они имели. И вот последнее они просили церковь, помолитесь, чтобы Бог вышел на встречу. Она говорит, все, что у нас было, мы отдали, а помощи нет. Это цена жизни. Абсолютно все, что было, родители отдали, чтобы сохранить жизнь своему ребенку. И я не сомневаюсь, что если нас сегодня где-то за углом встретят и поставят перед выбором, либо ты отдаешь все, что у тебя есть, либо ты лишишься своей жизни, я думаю, каждый из нас, абсолютно, и не только из нас, но любой человек, отдаст без сомнения абсолютно все. А если надо, пойдет еще и займет, лишь только для того, чтобы сохранить свою жизнь. Братья и сестры, самое дорогое, что мы имеем в нашей жизни, это наша собственная жизнь. И вот апостол Павел говорит, а для меня жизнь, это не богатство, это не дома, которые я имею, это не слава, это не успех, это, говорит, Иисус Христос. Братья и сестры, апостол Павел был очень перспективным человеком. Это не был какой-то неудачник, которого в жизни ничего хорошего не ожидало. Если мы читаем третью главу, третья глава, это же послание филиппийцам, с четвертого стиха, апостол Павел пишет о себе, хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думается надеяться на плоть, более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимущество, то ради Христа я подчел считаю. Да и все почитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Вы знаете, человек, который имел прекрасную перспективу в своей жизни, по закону непорочный, имея римское гражданство. Вы знаете, этот человек имел прекрасную будущность. Его ожидало самое прекрасное. Вы знаете, мы читаем за апостола Павла, что он, написано, приходил к первосвященнику, он брал поручения от них, брал письма, и шел, преследовал христиан. Вы знаете, первосвященник в то время, это не то, что сегодня может быть пастыр в церкви, епископ или еще какой-то старший. Это было гораздо больше. И люди с уважением и почетом смотрели на них. И вот этот человек мог спокойно прийти к первосвященнику, тот давал ему поручения, и апостол Павел их и выполнял. И я не сомневаюсь, что он был бы большим человеком того мира. Но когда он встретился с Иисусом Христом, то он говорит, я от всего отказался. И абсолютно все, что составляло для него до этого, или что составляло, может быть, для многих людей ценность, он говорит, я все почитаю за ссор. Ради Иисуса Христа. Братья и сестры, вот это отношение. Он говорит, Иисус Христос, это моя жизнь. Братья и сестры, я бы задал вопрос всем вам и себе в первую очередь, что является твоей жизнью. Могу ли я после этого, глубоко размыслив и осознав глубину этих слов, сказать со спокойной совестью, для меня жизнь Иисус Христос. Или может быть в моей жизни, или в вашей жизни, есть вещи, потерять которые вы боитесь. Может быть, вы с ужасом думаете о том, а что будет, если я? Если я потеряю, может быть, работу? Если я потеряю супруга? Если я лишусь своих детей? Если, может быть, я лишусь своего состояния, которое я приобрел за долгие годы упорного труда? Что будет со мной? Вы знаете, меня содрогает, может быть, мысль об этом. Или я могу спокойно сказать, а для меня жизнь Иисус Христос. И я ради Него или для Него от всего отказался. Вы знаете, мне брат рассказывал пример. У него, говорит, в церкви покаялся один молодой человек, был очень такой перспективный, учился в гимназии, и учился на круглые пятерки. И говорит, что его знала вся гимназия. И ректор этой гимназии, он лично, персонально при встрече подавал ему руку. И вы знаете, этого человека так это нульстило, что ректор гимназии с ним приветствуется, подает ему руку. И вот этот человек молодой покаялся. Вы знаете, он искренне покаялся, он пережил покаяние. Больше того, Бог крестил его Духом Святым. Он радовался, он посещал служение. И вот, говорит, однажды он приходит, подходит ко мне, говорит, «Слушай, пастор, что у нас за секта?» Он говорит, я так удивился, говорю, «Что значит секта?» Ну вот, говорит, после того, как я покаялся и стал ходить сюда, и об этом узнали в гимназии, и ректор гимназии, говорит, перестал со мной здороваться. Вы знаете, человеку было это настолько больно, что он потерял авторитет, и прошло короткое время. Вы знаете, этот человек оставил церковь. Для него рука ректора гимназии была дороже, чем пронзенные руки, Иисуса Христа. Братья и сестры, что является нашей жизнью? Вы знаете, к сожалению, многие люди, а к глубокому сожалению, и немало христиан, живут как раз обратной жизнью к этому стиху. Для них жизнь – это приобретение, а смерть – Христос. Я ни на кого не хочу показывать пальцем, я никого не хочу осуждать, но давайте проверим себя, а что для меня является жизнью? Вы знаете, люди стремятся всю жизнь достичь каких-то успехов, достичь какого-то признания, заработать какое-то состояние для себя, может быть, еще и для своих детей. Вы знаете, когда они лежат на Одре, смертном, когда смерть заглядывает к ним в глаза, они понимают, что все, к чему они стремились, не имеет абсолютно сейчас никакой ценности. Они понимают, что им нужен Иисус Христос. Братья и сестры, что является твоей жизнью? И я бы хотел, чтобы эти слова звучали не только сегодня в этом собрании в ваши уши, но чтобы, придя домой, вы знаете, всякий раз, когда мы будем стоять перед каким-то выбором, вы делали правильное решение, делали правильный выбор и понимали, лишь только тот, кто принял Иисуса Христа в свое сердце, имеет и настоящую жизнь. И только тот, кто сделал Иисуса Христа своей жизнью, не живет для Христа, не живет возле Христа или со Христом, но только тот, кто сделал Иисуса Христа своей жизнью, в тот день, когда Господь придет за ним, может с уверенностью сказать, И с улыбкой на устах принять и сказать, а смерть это мое приобретение. То, к чему я всю жизнь стремился, то, на что посвятил я все, может быть, свои годы жизни, я сейчас получаю воздаяние. Пусть Господь благословит нас. Аминь.